Здравствуйте, дорогие друзья, телезрители, участники нашего сегодняшнего круглого стола. Называется он о сегодняшнем дне и о нас. Этим круглым столом мы хотим начать обсуждение о ситуации в нашей республике по культуре, в экономике, в социальной сфере, в политике, в обществе в целом. Действительно проблем накопилось очень много и аналитических каких-то, общественно-политического анализа, дискуссий в обществе, к сожалению, на сегодняшний день довольно мало. И вначале я хочу представить наших участников. Это Санджиев Арслан Бомбаевич, наш известный, знаменитый, можно сказать, общественный деятель, культурный деятель, поэт, композитор. Ну, в общем, невероятно талантливый человек в разных сферах жизни. Был долгое время председателем общественного совета при главе республики по развитию калмыцкого языка. Вот, Чучеев Иван, молодой человек, это гражданский активист, очень активный, умный, ну и, надеюсь, он еще свое слово скажет. Так, Джуджиев Анатолий, тоже общественный наш активист, деятель, очень известный человек в республике, издает книги, издательство «Бельгин Дала», «Океан мудрости». И Риндженов Аудар, тоже невероятно талантливый человек, дизайнер, модельер, и все знают его бренд «Фо Айрат». Ну, и я, Масан Захаров, тоже общественный, культурный деятель. Ну, в общем-то, все тоже, наверное, многие меня знают. Значит, в чем, перейдем уже непосредственно на наш круглый стол, и я вижу от него две цели. В общем, первое, это начать проговаривать, как я уже говорил, ситуацию сегодняшнего дня, будущего развития Калмыкии. И второе, создать это некую такую экспертную площадку по обсуждению, по, может быть, какие-то мы будем проблемы обсуждать, какие-то тренды выявлять. Ну, и мы должны, может быть, какое-то видение будущего нашей республики придумать или вот скооперировать, сгенерировать. Ну, сегодня это первый наш круглый стол, и я бы хотел начать с причин возникновения, ну, на мой взгляд, очень серьезного системного кризиса, в который пришел калмыцкий народ в первую очередь. Конечно, мы обсуждаем именно калмыцкую культуру. Поэтому, на мой взгляд, вот в какой-то период времени, где-то примерно в 17 веке, точную дату сложно назвать, айраты утратили чувство сакрального отношения к своей культуре, к своей нации. И с этого периода мы стали идти в форматоре, как бы, в развитие вообще времени, да, каких-то, ну, мировых трендов, но в первую очередь, что не своих, а чужих трендов. И поэтому, несмотря на всю политическую мощь айратских государств, несмотря на культурное и языковое превосходство в тот момент, ведь тот же самый айратский язык был языком межнационального общения в регионе Центральной Азии, и дипломатическая переписка многих государств была на айратском языке. Вот. Но, тем не менее, мы постепенно начали утрачивать это чувство, и, в общем-то, да, ну, наверное, может быть, еще надо сказать, что это такое, что я имею в виду. Это чувство, можно сказать, богоизбранности, что ли, своего народа, чувство вот некоего такого, ну, можно сказать, может быть, неправильно совсем это звучит, но культурного превосходства не совсем правильно может быть. Ну, например, есть армяне, это народ, которому уже несколько тысяч лет, есть евреи, которым также несколько тысяч лет, есть китайцы, где бы ни были эти диаспоры, они никогда не ассимилируются. Они стараются всегда, там, жениться на своих, они поддерживают свой язык, ну, и так далее, и в культурном отношении они остаются армянами, там, евреями, китайцами, и, несмотря на то, что сколько бы их ни было, по численности, они не теряют своей идентичности, что в отличие от нас, к сожалению. И вот на протяжении последних трехста лет мы видим, что айраты постепенно, ну, мы ассимилируемся в разных частях света. Надо сказать, что у нас когда-то было вот это чувство сакральности своего происхождения, сакральности своей культуры, в первую очередь, конечно. Мы знаем, что наши предки назывались Акек-Монгол, да, это синие монголы, но это, то есть в переводе, это небесные монголы, то есть посланные вечным синим небом. Мы знаем, что у нас Улан-Зала. Сегодня некоторые неправильно интерпретируют, как мы предварительно разговаривали, в социальных сетях пишут, что это, вот, после победы над китайским императором, там, разороплеты одежды, да, и себе прилепили на шарке. На самом деле, Тагон-Тайадже еще за 12 лет до этой битвы издал этот указ, обязал айрата всех обязательно носить красные кисточки. Что такое красная кисточка? Это солнце, это символ солнца, солнечных лучей, то есть айраты это воины света, ну, как сегодня говорят, это люди солнца, то есть айраты ощущали свою родственную связь с солнцем. И солнце, кстати, считается родственником, то есть предком айратов по мужской линии, вот что интересно. Таким образом, вот когда вот эта сакральность была, вот это чувство было, айраты смогли подняться. Из всего конглобирата монгольских народов айраты смогли подняться, возвыситься, создать свои государства и начать доминировать на огромном пространстве. Как только мы это чувствовали, ну, оно, конечно, не одномоментно произошло постепенно, но как только мы его стали утрачивать, айраты, как я уже говорил в начале, стали идти в форматоре мировых событий. Мы перестали формировать свою собственную повестку. И таким образом мы пришли к тому состоянию, в котором мы сегодня находимся. Мы сегодня ведомые. Конечно, исторические события этому способствовали, этому моральному надуму, то есть уход 1771 года, когда у нас было свое государство, и вдруг в одночасье, в одномоментно у нас не стало ни государства, ни собственной армии, ни каких-то там политических, духовных и так далее институтов, у нас не стало аристократии. Ну, пример такой, сегодня есть республика Калмыкия, завтра только Киченеровский, Яшевский район остались, и остальные все вдруг исчезли. Вот примерно вот такой надлом произошел, и, конечно, у нас и традиции стали изменяться, и костюм, и танцы, и песни, и даже имя Айрат, оно сменилось на другое имя, на Калмыкия. Вот, таким образом, в общем, ну, да, и важно, конечно, что вторым важным таким серьезным толчком это был бальсивистский переворот в России. К сожалению, так получилось, что 40 лет советской, первых лет советской власти, это был, в общем-то, геноцид калмыцкого народа, и мы в итоге, у нас, ну, примерно, по моим подсчетам, три четверти народа просто исчезло физически. Вот, я на этом такой исторический, как бы, экскурс заканчиваю, мы будем переходить к нашему обсуждению уже, переходить, наверное, к современному дню, и я передаю слово, ну, в первую очередь, нашему сегодняшнему Аксакалу Аслану Бабайчу. Можете. Аксакалу Аслану Бабайчу. Происходит накануне нашего национального праздника ЗУ, когда мы все калмыцкие получаем еще один год прибавку в своей жизни. Начинается Новый год, новое веяние, и вот, как раз-таки, вот разговор, мне кажется, очень, кстати, большой разговор, который начинается, я думаю, будет продолжен. Мне вспоминается 2007 год, когда мы, значит, группа тоже, ну, и Аслан Александрович тоже в этом разговоре тоже часто проводили круглые столы накануне 400-летия вхождения Калмыцкого народа в Союза России. Это в 2009 году было, мы, значит, предварительно, ну, четырежды собирались, проводили большие круглые столы в редакции газеты «Хальмакин». Все это публиковалось на страницах этой же газеты нашей национальной, и была масса предложений к власти обращенной, конечно же, по проведению этого юбилея. И, конечно же, главная мысль для нас была тогда собраться всем миром, нашим народом калмыцким, и проговорить, что он у нас получил за 400 лет, когда мы пришли сюда, к чему мы пришли, что прогрели, что потеряли. Но, к сожалению, из-за позиции той власти, того периода, значит, тогда Кирсан Николаевич, или уже глава республики, мы получили письменный ответ, что все вопросы, и, к сожалению, такого разговора у нас не получилось. Но вот как показывает время, все равно это очень важно, нужно, это требование времени, и такие серьезные вопросы надо обязательно, значит, проговаривать, надо обязательно ввести серьезные разговоры. Это диалог народа, можно сказать, с самим собой, и надо, конечно же, я думаю, в будущем подключаться и много других участников. Конечно же, мы тогда, к сожалению, к 2009 году не провели такой большой анализ исторический, нашего, значит, исторического пути нашего народа, где у нас были победы, где поражения. Практически все это известная история. Единственное, надо было сделать правильные выводы, и чтобы все, как бы, пришли к одному. Для того, чтобы двигаться дальше, все равно жизнь продолжается. Наш народ, я не пессимист, я не разделяю те взгляды, которые витают иногда. Рассказывают, что идет дело к укрупнению, потеряем полностью все, свои территории. Нет, пока мы как нация, как народ себя осознаем, я думаю, никаких позиций мы не сдадим никому и никуда. Это делали наши предки, чья кровь течет нас, и мы должны также передать нашим потомкам, нашу территорию, наши земли, наши традиции, наши обычаи, наш язык. Я хотел бы в будущем, конечно, очень широкая такая тема, но я хотел бы в одном из будущих, в кругу столов, обязательно поговорить о состоянии нашей родного Холманская ЗАТО. Я, поскольку эта тема мне близка, значит, по моей инициативе, буду немножко не искренен, но, значит, был создан этот общественный совет, в котором мы участвовали с Сашей, другие люди, и, значит, там было очень много, значит, проговорит, там очень много работы было сделано. Может быть, хотя это постоянно освещалось, но я так понимаю, что не все хорошо знают об этом полно. И хотелось бы проинформировать еще раз и поделиться опытом, накопленным и знаниями по этой проблеме языковой. Я считаю, что это корневая проблема всех наших бед, потому что это как язык, как символ, как знамя нации. И отношение к языку своему говорит о многом, говорит о нашем внутреннем мире, о состоянии нашего сознания национального, о состоянии нашего национального духа. Это есть, к счастью, это никуда не ушло, это есть. Вот даже наши многие молодые ребята, там, скажем, иткельвцы появились, да, другие, и они как раз, как был, это как земля, это очень хорошо, да, это наша сила. Вот на этом молодежь надо, значит, отректизно, надо им помогать. И вот в нашем роде присутствуют молодые люди, предстоит эти новоплени, они очень хорошо. Я думаю, все равно мы должны добиться того, чтобы те выводы или предложения, которые будут выработаны в работе этих круглых столов в результате, они были претворены в жизнь. Не просто голословно, а это должно через депутатский корпус, через представителей исполнительной власти, там тоже много патриотов, нельзя сказать, что там все абсолютно никакие. Я думаю, есть и такие во всех сферах и в государственной службе. Всех надо привлекать к этой большой работе. Нам стесняться, стыдиться нечем. Мы работаем в рамках закона, действуем в рамках закона Конституции Российской Федерации, степного вложения основного закона. Нашей республики, соблюдая все международные нормы, соблюдая принципы основные человеческие, мы просто хотим одного, это значит, процветание нашей республики и нашего родного холмовского народа. И для этого все средства хороши. Спасибо. Прекрасно продолжил мою речь. Пришли к современному дню. Вот Анатолий, может быть, что можно сказать? Может быть, чем-то не согласен? Не то, что не согласен, я просто действительно хочу поддержать основное, что он назрел. На самом деле, вот два ключевых момента я хотел бы отметить в том, что в чем целесообразность этого. Два ключевых слова. Это, во-первых, дискуссия и диалог. И сегодня это на самом деле в пространстве, мы не будем его делить в целом, в республике, так называемой Калмыкии, где мы живем, в нашей родине. Террористский газор, сегодня это отсутствует. Отсутствует дискуссия конструктивная. И отсутствует диалог. Ну вот, начинаем. Да, да. Поэтому я приветствую вначале, что... И я хочу сказать, что почему-то так вот коснулся в нашей истории. Есть такое мнение, что у нас как бы складывалось все на основе вот единоначаля. И как бы, как сказал Ханг, так и все делали. Но я думаю, что все-таки вот те моменты в принятии решений он не был никогда один. Он всегда советовался. Были ближайшие его помощники, были наены. Когда принимали серьезные какие-то решения, они были коллективные. Чауган собирался, да. Естественно, да. И у нас есть история этого. И я более того хочу сказать, что обратиться к джангару, сегодня это наше Манда... 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 Мы можем черпать там очень много чего полезного для нас для сегодняшнего дня. И один из героев джангара... Арслан Бумая... Гузянгюмбе... Гузянгюмбе... Гузянгюмбе китик батыр... Мингль не кчилля... Тёршаджи хойрии гы... Кюнкельджи булальджи келин сундык... Я хочу сказать, вот как раз, когда речь идет о батыре Гузянгюмбе, я буду переводить вот для молодых людей, к сожалению великому, что немногие могут понять смысл того, что я произнес сейчас... Речь идет о батыре в джангаре Гузянгюмбе, он говорит, что тысячи и один год он сидит... Кюнкельджи булальджи келин сундык... Вопросы обсуждает... Не просто там говорит о них, а именно, я не знаю как это перевести... Арслан... Кюнкельджи булальджи сундык... Надо, в общем, дискутировать... Вот то, что вы говорите, там происходит дискуссия... И там не говорится о том, что... Там они говорят о каких-то событиях конкретных, то есть обсуждают вопросы Тёршаджи хойрии гы... То есть вопросы учения Будды и вопросы существования светской власти обсуждают... Это тысяча и один год... То есть мы можем сказать, что у нас очень глубокое и утвердившее, к сожалению, утраченное... Вот, Арсан Бабарович, мы сняли серьёзный фильм когда-то... Генерал Прорыва... Арсан Бабарович... Мастер Прорыва, да... Это серьёзный фильм... И там, Арсан Бабарович, говорите вы о том, что всегда в истории... По-моему, Базар Александрович там говорит о том, что всегда в истории калмыцкого народа находились такие лидеры, которые брали на себя ответственность не только за себя, а за весь народ... Но я думаю, мы как раз должны породить вот этот вот запрос на то, чтобы люди должны нести за нас ответственность, которую сегодня Арсан Бабарович говорит о депутатах и так далее... Но мы должны породить запрос и мы должны в этом смысле породить вот эту дискуссию, диалог, что мы едины... Единый народ не делить на правых, на левых и так далее... Рождать смысл мы должны... Да, вот, порождать смысл, да... Вот в этом смысле я ещё хочу подчеркнуть, я очень рад тому, что... Ну, как ты сказал, что сейчас уважаемый Арсан Бабарович присутствует, я немножко помладше его, и есть молодые люди, которые сегодня сидят с задним столом... Одно из, я считаю, негативных вот моментов современности, которые мы в сегодняшнем дне говорим, что была утрачена связь поколений... Старики перестали, у хазахов, бахчут... Бахчут перестали слушать старших... И это утратилось, она... Понятие преемственности... Там в экономике, в политике, в культуре... Может быть, в культуре она как-то ещё сохранилась, да... И в науке, может быть, да... Но то, что касается экономики и так далее в сегодняшнем дне и политике, преемственности этой нет... Я думаю, что одна из наших задач, вот, возродить это понятие преемственности и так далее... Вот, вкратце... Да, да, да... Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Действительно, это вопрос очень такой интересный. Обращение к Джангару, да, это прямо вот самое то. Я просто случай один опишу. Подарил книгу Джангар одной из своих гостей. Ну, здесь вот приезжали к нам по работе. И она улетела в Москву и через три дня звонит мне и говорит, Басан, спасибо вам огромное за эту книгу. Я ее читала, говорит, я плакала. Я, говорит, знаю ни один десяток эпосов народов мира. Но я никогда ни над одним эпосом не плакала. И вы знаете, я как вот в самолете начала читать. И я читала, вот домой пришла даже, да, когда прилетела, уже домой пришла. Я сумки бросила, как была в классе, так и легла на диван. И пока я его не дочитала, я не встала. Вы понимаете, это такое величайшее творение. Там, говорит, даже вот тут Анатолий поднял тему по поводу дискуссий. Джангар дал приказ, да, она мне рассказывает. Джангар дал приказ арестовать одного из богатырей. И другие богатыри сказали, Джангар, ты не прав. Это, говорит, настолько тонкий момент, его в других эпосах не найдешь. Не найдешь, потому что там везде вот есть царь или хан, и он приказ, и все остальные есть и бегут исполнять. У вас такого нет, у вас, говорит, есть вот эта вот дискуссия. Абсолютно, и это нормально было. Есть запрос на высшие ценности, на справедливость. И справедливость, она выше даже вот приказа хана. И богатыри Джангару объяснили, и Джангар принял это решение, он понял, что он не прав. И вот наша история, она действительно, она вся такая, это правильно. Вся история, у нас не было абсолютной власти. Всегда все обсуждали, если какой-то Найон или Тайша не согласен был, он просто, ну, игнорировал решение хан. Я сейчас, кстати, хочу обратиться к участникам дискуссии. Откуда, у нас есть, на мой взгляд, да, я в эту сферу, слава Богу, присутствие, слава Богу, всего разрешения войду, так скажи, да, что хальмакельнатескар, что у нас очень большое такое, очень много стереотипов в голове в отношении нашей культуры. И вот один из стереотипов, который я хотел бы, чтобы его сломать, вот сказать значение слова ОРДА. Какие ассоциации с этим словом возникают? Вот я хотел спросить у Ивана, у молодых наших ОРДА, слово ОРДА. Какая ассоциация? Ну, по-русски не будем говорить, по-колмысски. Как вы понимаете это слово? Да, ну, это бессмысленная толпа, мне кажется. Вот, отсюда идет, и понятие золотой ОРДА, и у нас в голове сидит слово ОРДА, это что-то неуправляемая, бесформенная толпа. Многочисленная. А на славном слове ОРДАГИСНЬ, ОРДАГИСНЬ, это слово ОРДАГИСНЬ, это сталка. Нет, не ОРДА. ОРДАГИСНЬ, золотая сталка, золотой дворец. Это, ну, сталка, дворец. Вот синоним этого слова. То есть это то, что сейчас, наверное, центр управления полетом. Да, да. Ну, в Москве это Кремль, в России. А нам в голову били, что слово ОРДА, и отсюда вот эти все стереотипы, они в голове работают, и постепенно, постепенно, вот то, что это не один год складывалось, вот мы имеем то, что мы сегодня имеем. Что мы воспринимаем историю, что мы бедные, вот, Калмыкия в советский период, вот, так же, что Калмыкии были темные, забитые, пришла советская власть, и дала свет. И дала свет. И открыла нам глаза. Да, открыла глаза. Мы сильно отстали из-за монголо-татарского игора. А? И мы сильно отстали в своем развитии историческое беда монголо-татарского игора. О, еще. Иго. О, иго еще присутствует. Я не знаю, может быть, я увожу дискуссию совсем другой, но чтобы вернуть сегодняшний день, я думаю, вот эти стереотипы, они как раз в молодых людях, я почему понимаю, вот, Арзан, больше правильный вопрос, что этот вопрос, я, может быть, как-то там вот на площадке Пизон Лайон давал уже интервью, говорил, что мы находимся в постоянном состоянии вот этой противоречивости. Почему? Потому что... Можно я продолжу, да, сразу? Тимур. Дело в том, что, ну, наши поколения, те, кто старше и, понятно, даже младше, они, вот, мы, значит, проходили школу, значит, по программе, вот, значит, центральной, да, советской. Ничего национального там не было. Мы это впитали национально свое, о своих старших, от родителей, от, значит, читали в книгах где-то, да, все равно это у нас осталось, да, патриотизм, гордо за свою историю, за свой народ, но в школах наших, вот, в то время, не знаю, как сейчас, может, факультативно подают, больше подают, но очень слабо, вообще, история нашего калмыцкого народа, она практически не отражена в учебном материале, и это до сих пор продолжается. Вот поэтому много вот это, вот, орда и все прочее оттуда идет. А вот это тоже очень большое поле, здесь тоже надо работать над этим, надо знать, наши ученые, наше министерство образования и науки должны серьезное внимание уделить этому, для того, чтобы люди, значит, не спонтанно приходили к этому, а осознанно на основе, вот, больших, значит, знаний упорядоченных, которые передается системно, начиная с детского садика и заканчивая вузом. То, что профессор Панькин говорит, коннотация, да, этнокультурная коннотация должна быть во всех предметах, не только хальмакельной литература, во всех предметах школьных, этническая наша аннотация, халмыцкая должна быть составляющая, тогда будет нормальное национальное сознание у каждого человека, жителя республики, и, значит, национальная гордость, национальное самосознание, которое заставит их любить, уважать свою культуру, традиции, обычаи, язык и так далее. Вот это очень серьезно делать. Хорошо, вот, про образование запомним, потом к нему, я думаю, вернемся. Давайте, мы уже несколько раз мостики поставим к молодым, но слово им не даем. Давайте, вот, ну, Алдар, скажи вот свое мнение. Виктор Бальдина, то, что пригласили на такое, ну, такое мероприятие, надеюсь, то, что эта серия круглых столов поможет выработать, ну, какой-то отдельный формат площадки такой, на которой, как мне кажется, мы сможем выработать новые национальные идеи. Дело в том, что уже, не знаю, с 1771 года у нас отсутствует национальная идея. Мы вот живем, как живем, то есть существуем. По течению. По течению. По течению. По течению. Ну, ладно, в советское время были какие-то, ну, общие глобальные идеи, там, построение коммунизма, построение социализма. Они людей подпитывали, люди, там, собирались, ехали, там, строили БАМ, там, комсомольство на Амуре, то есть давали такой заряд. Потому что самое главное – это идея. Эта идея, она когда заражает других людей, она дает энергию, такой синергию. И сейчас этой синергии у нас абсолютно нет. И мы чувствуем себя разобщенно здесь, в Калмыкии, находясь. Чувствуем разобщенность, ну, с другими айратами, там, Синьцзяня, Западной Монголии, ну, и вообще просто монгольских народов. Я считаю то, что вот этот формат круглых столов нужно расширять и, как бы, вместе с другими айратами, ну, других частей света прорабатывать именно национальные идеи, которая была бы проста, универсальна и могла бы масштабироваться для всех, ну, как, общин по всему миру. Потому что сейчас, ну, мы расспросаны по всему свету, и нам необходима национальная идея. По поводу того, что, ну, что было, ну, оно было. И мы к этому уже пришли, мы часто об этом говорим, то есть в обществе с родителями о травмах, о травмах, там, 43-го года, о травмах 17-го года, о травмах 1771-го года. Я думаю, что мы вот к новому тысячелетию уже отрефлексировали все эти моменты. То есть уже, ну, уже много-много-много раз мы говорили об этих травмах. И пора вот этот опыт травматический научиться использовать на построение чего-то в будущем. Мы перестали, у нас сейчас нет горизонта планирования, абсолютно. Вот я не могу, вот я, мне 30 лет, я жена, там, у меня семья, но я не могу спланировать примерно свою жизнь на будущие 5-7 лет. Нет уверенности. У меня нет уверенности в том, что там, что будет у нас с городом, что будет с нашей республикой, да я даже не уверен, что будет с нашей страной там общее. И эта проблема, она сейчас у всех молодых людей. И почему многие уезжают, допустим, уезжают именно за границу, да, там, на запад? Потому что там человек может быть уверен в завтрашнем дне, в следующем году, ну, и, а сейчас у нас нет такой уверенности. Я предлагаю, ну, как по окончанию серии этих вполов круглых сделать, ну, как бы, люди могут приходить на них и высказывать свои идеи, ну, варианты национальных идей. Поставить такую большую доску, там, расписывать, говорить, ну, даже презентации. Такой мозговой штурм, да, провести? Да, да. Отличная идея, кстати. А потом в конце, в конце, допустим, на конце концерта, допустим, провести голосование. Общенациональное, там, на портале, допустим, зам онлайн. Отлично. И люди выберут, ну, как бы, хотя бы прототип идей национальных, которые им больше подумают. Я, у меня есть, там, своя идея, но она, как бы, довольно-таки радикальная. Ну, не в плане, там, сепаратизма, там, или национализма. Я считаю, что бессмысленно, там, отделяться, там, начинать, там, войну, там, за какую-то, там, призрачную независимость. У меня идея, ну, простая. То, что нам, ну, это, она уже была воплощена, и воплощена коряво в 1771 году. Откачевка. То есть, сейчас халмыки, как перышки, разлетелись по всему миру. И, я считаю, зачем, ну, всем разлетаться везде по миру, если можно собраться всем и поехать в одно место. И, как бы, ну, просто к этому все подготовить и строить свою бумбу. Где ж такое место есть-то? Ну, я, я, я просто много путешествую. Это как идея. Да, это как идея. Да. Я просто много путешествую по миру, там, в Европу, там, в Азию. И, я считаю, то, что замечательное место для новой страны бумба, вернее, она там есть, она уже существует, эта страна бумба. И нам нужно только просто туда переехать. Это западная Монголия. Уфсаймак, Хофтаймак, Заха. Ну, вот, вот, Алтай. Гигантские площади, гигантские территории, богатые, не знаю, природными ископаемыми, с прекрасными людьми, которые все халмуткельтэ, ну, не халмуткельтэ, а рельткельтэ. И они сохранили культуру. Вот я калмыцкий язык, ну, подтянул в своих путешествиях по Монголии. Как бы странно это не звучало, то есть, за пару лет, там, я каждое лето старался ездить в Монголию, там, в июле, в августе, чтобы покочевать, там, пожить, там, с друзьями, там, на Высокогорье. И там ты чувствуешь себя свободным человеком, во-первых. И мне нравится, вообще, в Монголии то, что, как они говорят, то, что они живут Дурундан. Дурундан не в плане того, что расхлябано, как сейчас люди переводят, а Дурундан это как свободно, по любви, вольно, вот, как тебе нравится. Дурар, да. И, да, это такая, ну, может быть, кому-то покажется утопическая идея, но на самом деле, если, там, ее проработать, она действительно, как бы, у нас даже в таком фольклоре постоянно упоминаются, там, предсказания, там, легенды о том, что, там, калмыкам, айратам, нужно вернуться на Алтай, там, назад, в Монголию. И, ну, что еще могу сказать? Ну, я могу сказать то, что при любом раскладе, я, как бы, не голословно это говорю, а много исследований читаю, политических, экономических, климатических, в том, что сейчас территория республики, и в дальнейшем через два-три поколения, она, ну, будет ареной, ну, во-первых, боин разных, там, политических, этноконфессиональных, других, во-вторых, климат, он неминуемо изменится. Уже сейчас видно, вот в этом году, как сильно климат влияет на жизнь жителей республики Калмыкия. Вот, начиная вот от засухи, заканчивая просто несчастным, там, внезапным снегопадом. И это будет увеличиваться, увеличиваться, как снежный ком, территория будет деградировать, опустыниваться. И апофеозом этого всего будет то, что из-за глобального потепления территория Калмыкии, а это самое низкое место в Европе, минус 26 метров ниже уровня моря, из-за глобального потепления, которое, ну, вот оно, идет уже, его не остановить, территория просто затопится и станет дном Каспийского моря. И нам, в любом случае, ну, может, не нам, а нашим детям придется куда-то уезжать. Ну, это просто законы физики и географии. Вот такая у меня, ну, это такая радикальная идея. Ну, да, конечно, такая. В 2700 он вернулся в сегодняшний день. Мы казались, что вроде говорим о прошлом, а казалось, говорим о сегодняшнем году. Если это говорить, то как один из вариантов. Как один из вариантов, почему нет, да, конечно. Ну, конечно, строя, конечно, такая очень новая. Неожиданно, да? Да, неожиданно, да. Есть проблемы, есть решения проблемы. Да, 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 и чем больше вариантов будет, тем будет более правильное в конечном итоге наше решение, я так думаю, все-таки. Надо обсуждать это, потому что это дискуссия, поэтому должна быть дискуссия абсолютно четкая. Ну, нет, да. Поэтому я говорю, чтобы люди, допустим, приходили на эти круглые столы, потому что я не претендую на то, что моя идея там универсальна, и она всем поможет, но, может, есть человек, у которого есть реально универсальная идея, которая сможет нам жить лучше. Да, мы как-то модерируем это. Да, давайте как-нибудь туда дальше устроим такую битву идей, да, в эфире, и онлайн голосование. Мы поддерживаем отношение того, чтобы провести, и потом, как на Цагансару, провести голосование. Да, давайте к Цагансару как раз подготовимся, да, и проведем такой референд. Может быть, это короткий период, может быть, да. Ну, мы же, Айраты, мы любим быстро, долгие решения, они для нас очень такие, это фактически просто отложить, и потом все равно в течение недели. Так, давайте вот еще молодой человек у нас, Иван Щучеев. Семен, да, да. Ну, хотел бы начать, знаете, все-таки, наш круглый стол называется «Калмыкия», «Калмыкия о сегодняшнем дне и о нас». Хотел бы вообще начать с того, вот как я лично здесь оказался вообще. Я оказался здесь, ну, я оцениваю всю свою жизнь, там, обдумывая вообще, как я пришел к тому, что я здесь сейчас занимаюсь этой деятельностью. Вот я вообще рос в Сарпинском районе, в селе Умарцево, но я вспоминаю, у нас в селе как бы не было вообще никакой вот этой национальной какой-то обособленности. Там жили очень много, как бы, народов, действительно, там, русские, дагестанцы, чеченцы, ну, калмыкии, сады, калмыкии там явно не доминировали. Ну, я в Транце расскажу, далее отучился, потом поступил в Алисту, в школу перевели меня, там тоже никакой не было, я вспоминаю, никакой не было вот этой вот «Калмыкии», «Мы», «Нации» отдельно, все было, как бы, знаете, так, межконфессионально. Ну, я так жил, я калмынский язык тогда, я помню, как преподавали, я вообще не знал ни одного слова. Я помню, я, когда сдавал экзамен, я просто наугад писал, и мне даже, ну, не то, что не было стыдно, и я вот, ну, я не думал, что калмыкии, я просто не был, я даже не думал об этом. Я как-то наугад, ну, и в итоге, все, вот это все кончилось. Далее, когда я поступил в Москву, в университет, там уже для меня открылось, ну, я уже стал более взрослым, и для меня открылась другая картина. Я учился в университете, где было очень много наций, там не только было со всей России, но и со всех стран. И я заметил, что все нации все равно, как бы не было там, да, все друг друга общались, но они держались вместе. Ведь когда и проходишь, допустим, мимо расписания, там было у нас одно место, стоят там, вот, в Дагестанстве, чеченцы, там даже с Эфиопией люди стоят, и все они говорят на своем языке. А я иду, я смотрю, а я кто, я с кем вообще. Да, мы халмыки, мы держались, действительно. Вот тогда, вот это появилось у меня сознание, что, я не знаю, по какой, ну, причины я туда не думал, но надо бы к своим идти, к своим держаться. Тогда я уже начал интересовать свою культуру, там, халмыцкие танцы, свой язык. И все это, как бы, во мне, ну, знаете, на медленном огне было. Ну, вот это, вот эти все процессы, как бы, да, ну, это было еще не так активно. Далее, вот, ну, уже все закончил, и после уже, видя все, я уже живу и смотрю, все, происходят разные события в калмыкии. И неосознанно я все равно это замечаю, и внутри какое-то было, вот, как говорят сейчас, противоречие. И в конце концов, я так перескажу, перескочу, да, в итоге это все вылилось, вы знаете, события в октябре. В итоге это я там оказался, ну, наверное, не случайно. Это имеется в виду про митинги. Да, про вот это вот событие, когда вот уже, ну, политические события, которые в итоге привели меня сюда. К чему я веду, то, что вот это все, всю жизнь во мне было противоречием. Оно взращивалось по мере моего жизни. Да, это все было поэтапно, но в итоге я, сейчас я понимаю, вот, я как калмык, как, даже не просто человек, я хочу, вот, на данный момент жить в калмыкии, знать свой язык и продвигать свою культуру. Не знаю, почему, ну, это естественное положение вещей. Как любой живой организм, он стремится к тому, чтобы выжить, чтобы можно развиваться дальше. А как человек, мы не просто организм, мы не должны просто выживать. Мы просто не должны, мы должны дальше развиваться. Вот как все человечества делают научные открытия, там, пытаются узнать, кто мы, откуда. Вот так же и каждые народы должны, ну, это просто естественный ход событий. И вот я смотрю, и все это неразрывно связано, вот именно, вот, была политика. Что такое политика? Это то же самое, как, это любой организм. У любого организма есть органы, да, они все важные, но есть один орган, там, допустим, ну, грубо говоря, это сердце, мозг, который, в данном случае мозг, который решает, куда идти, телу, а все органы, они уже подчиняются мозгам. И так же и сейчас я. Я вот понимаю то, что, допустим, не допустим, я вот хочу, но я понимаю то, что наш народ анализирует все события на протяжении, ну, я живу 20 лет правления наших, так сказать, глав, которые, и наш народ движется, ну, куда-то не туда, по моему мнению. И вот это внутреннее противоречие в итоге вылилось в этот круглый стол. Все вот эти события привели к тому, что мы сейчас собираемся, вот эти, высказцы, идеи, вот, Алда, говорит, там, откачевка. Причина всего того, что мы сейчас находимся в кризисе. Но кризис, опять же, если бы это было, знаете, я бы, может быть, даже еще не то, что согласился, понял бы, если бы это было чисто наше, так сказать, результат наших действий. Результат того наши, чисто нас. Но я все-таки, у меня сомнение, что это наш выбор, что мы оказались здесь по-своему. Да, конечно, все-таки мы, ответственность со своего народа я не скидываю, ну, как это за взрослого человека. Мы несем ответственность, но все-таки это не наш выбор, то, что мы сейчас здесь находимся. Все-таки на нас влияет. И я думаю, и я считаю, то, что вот это создание круглого стола, это вот естественный ответ на то, чтобы вот это вот направление, которое сейчас тенденция, на самом деле, вот, ни для кого не секрет, что, ну, мы для чего, кризис у нации идет. Я думаю, надо с этим сначала, вот, некоторые даже это отвергают. Некоторые, ну, не то, что отвергают, они об этом не думают. Я хочу, чтобы каждый, вообще, для начала задумался, просто люди, вот, как сказал, будут по течению, они даже не думают, просто живут, работают, дом, там, семья. Вот во мне такого, ну, по стечению разных обстоятельств нет. Я вот думаю и хочу, допустим, я просто хочу жить в своей культуре, на своей земле. И я понимаю, что мои желания, они не реализовываются. Я начинаю с мыслью, а почему они не реализовываются? По какой причине? В итоге это все вылилось, вот, ну, я вот не согласен со всем, там, ну, не будем углубляться в это, это потом, да? Но смысл в том, что нам навязывают не свою волю. А все из-за того, что мы слабы, это все взаимосвязано. А почему мы слабы? Ну, так получилось, да, уже это причины, какие-то есть этому. Но смысл в том, что я не согласен с этим положением ищи. Ну, отлично, отлично. Очень хорошая мысль, и как раз она подводит нас к тому, что нужно, чтобы мы вновь стали сильными. То есть, чтобы мы задавали свою повестку. Вот, что необходимо. На мой взгляд, я хочу продолжить репликать, да, мысль Ивана. В том смысле, что сегодня в обществе так или иначе присутствует вот такое понятие. Я вне политики. Я считаю, что сегодня, ну, как? Что значит быть вне политики? Это для нас это губительно, во-первых. Потому что, а, и эта фраза, она звучит такая. Значит, вне политики, и при этом, значит, ты действуешь, ну, ты сотрудничаешь с действующей властью, значит, ты вне политики. Еще такой тезис, политика грязное дело. Да, грязное дело. Если как только ты проявляешь какую-то иную позицию, которая не соответствует тому, о чем говорит, допустим, исполнительность, то ты, значит, превращаешься в политика. Это глупо. Да. Мы тут живем, мы, ну, этот, как бы, собираемся, ну, чтобы наши дети тут жили. Мы хотим жить, это наша земля. И как, что значит быть вне политики, я вообще не понимаю. Это вообще, я не знаю, мы сейчас, почему я это говорю, мы долго работали над проектом, один из последних наших проектов, это запись аудиокниги «Этика нового тысячелетия». Это книга его святейства Далама, и ее озвучил, как мы делали аудиокнигу, Владимир Теодольевич Спиваков, кстати, мы пока еще презентацию не сделали, но работая над этим проектом, я видел его святейство Далама, я сейчас его сегодня не упомянуть невозможно, потому что он говорит, что чем больше людей, которые знают харму, будут политики, тем от этого выиграет политика. То есть, допустим, человек, который находится где-то в горах и занимается медитацией, если он неправильно это делает, пострадает только он один. А в позиции, допустим, политика могут пострадать очень большое количество людей. И я призываю тех людей, которые, как сейчас сказал, и Алдар, и Иван, о том, что давайте перестанем жить неосознанно, давайте будем учиться, брать ответственность за себя, за свое будущее. И потом еще, это первый такой мем вне политики. И второй, который, я считаю, что его надо разбить, и мне нравится, вот он, который сейчас родился у нас в процессе, я чувствую искренность мыслей. Вот сегодня в обществе нет искренности. Есть такая фраза, я никому не верю. Давайте уберем эти два слова, вне политики, и я никому не верю. Давайте будем учиться друг другу доверять, друг на друга, потому что лично в моем окружении находятся те люди, на которым я доверяю, на которых, ну, я, допустим, надеюсь, что я могу на них опереться. Давайте будем учиться вот этим двум вещам. И я думаю, если мы, вот сейчас тот тон, который, ну, я не знаю, я так почувствовал, я немножко, может, эмоционально говорю, но я хочу сказать, что, чтобы эта эмоция, она присутствовала здесь, должна быть, во-первых, давайте будем друг другу доверять, давайте будем верить в наше будущее, давайте будем искренними, и все. Можно я продолжить? Да, отлично, это, кстати, очень здорово. Я хотел бы сказать, что мы все прекрасно знаем слова прощальные великого нашего учителя, Боже Шаке Муни, перед уходом Маха Парадирона, когда он сказал, будьте светильниками сами себе, правильно? Тоже самую мысль повторил и Ау-Ленин, братья Калмыкии, судьба вашего народа, ваших родов, правильно, да? Тоже наших человек, наших калмыслей крови, и поэтому ответственность лежит на самих, на нас. И поэтому нам ждать, как никто не даст нам избавление, да, ни Бог, ни Царь, ни Герой, нам надо, конечно, опираться на свои силы, силы своего народа. Конечно же, я думаю, наше мнение будут разделять и все нормальные люди, и в стране, и в мире. И, конечно же, я думаю, прежде всего, только внутренняя сила нашего народа, калмыслов, будет двигать нас в будущее. У нас есть светлые, толковые, значит, головы у нас умные, в республике, за пределами тех наших, которые в самых просиженных возах обучаются. Я думаю, у нас есть, значит, очень серьезный потенциал для того, чтобы двигаться дальше. Конечно, надо уйти, я согласен полностью, что с этим унынием, надо уходить от того, что, значит, все без нас решают и прочее. Мы должны стать сами хозяевами своей судьбы. И первый шаг, конечно, это осознание того, где мы находимся, кто мы и куда мы должны идти. Это, собственно, происходит, это уже давно идет, и сейчас этот круглый стол к тому тоже подтверждений. Я думаю, к этому разговору будут подсоединяться и дальше все новые и новые люди. И я думаю, в основном, что надо вам пригласить обязательно представителей наших, скажем, академических кругов, я имею в виду и представителей университета, и Герана, как сейчас научный центр называется, и других учреждений, государственных учреждений, депутатов, руководителей администрации, главы республики, парламента народного хоррала. Пусть приходят на разговоры со своим народом, открытая дискуссия, пусть участвуют в своем мнении. И общими усилиями, если выберем какое-то направление, это будет очень правильно, это нас всех усилит. Это ускорит все эти процессы, которые приведут нас к нормальному результату, то есть нормальной жизни, к рассвету Калмыкии. Мы это говорим не какие-то сказки, да, вот мы же мир бомбинурный, это хорошо, конечно, но мы же знаем, люди, которые жили 70-е, 60-е, 80-е годы, как это на самом деле бывает, что у нас ресурсы-то действительно цветет. Каждый год миллион ягня и так далее, да. Это все нормально, это все реально. Да, я согласен. Давайте, да, я сейчас хотел бросовывать как раз к этому тексту, к выступлению. Например, добавить, вот по поводу причин, действительно, то, что мы шли по течению, мы превратились в маленьких людей. Вот то, что Анатолий сказал, это принцип психологии маленького человека, очень маленького человека, который, в принципе, ну, вот только кругом, дом, семья, работа живет. И отсюда, от комплекса этого маленького человека, который нам внедрили, у нас идет комплекс такой, ну, как говорят, малая родина, да. Малая родина, это вообще, ну, полный, ну, на мой взгляд, это, ну, глупость полная. Родина, она одна. Родина от слова род, да, вот род, там, где мои предки жили, там, где мой род, мои родственники, моя земля, земля моего рода, это есть родина. Большая родина, это ни о чем. Ну, то есть, как у нас говорят, большая родина, Россия. Да, Россия, это моя страна, но моя родина, это Калмыкия, Элиста. Да, ну, извините, там, Иркутск, или там, не знаю, Хабаровск, да, или Псков, это не моя родина. Да, мы живем в одной стране, но родина у меня Калмыкия. Вот, и поэтому, когда говорят, малая родина, мне кажется, это унижение и оскорбление наших предков, той земли, на которой мы живем. То есть, надо избавляться от этих комплексов маленького человека. Малая родина, там, что еще у нас там говорят? Ну, вот, в таком же ключе. А как мыслили предки? Оршлингир Йосын Ринзанг, да, то есть, получается, что законы Вселенной в мировоззрении Айратов, да, и в характере Айратов. То есть, это люди, которые открыто смотрят на весь мир. Весь мир перед нами. Можно делать все, что мы хотим, и мир впадатель. Это не обязательно войны вести там какие-то, да, это тоже уже, мы уже в другом времени, не живем. Правильно, и Алгар, по-моему, сказал, да, войны уже ни к чему. Нам нужно другими проектами, и это как раз таки о том, что пора ломать эти стереотипы и двигаться дальше. Да, Иван. Иван. И вот именно надо обратить внимание, что вот эта политика грязная идет, и все тезисы, они навязаны нам. Это же ниоткуда, ладно бы, если бы мы сами к этому пришли. Я бы еще был, ну, знаете, народы появляются и исчезают, это естественные события. Там сильные выживают, ладно бы умерли. Но когда идет откровенно навязывание, когда ты не знаешь, куда идти, положишь по течению, за тебя выбирать. Так же и мы сейчас, в Калмыки, мы инструмент в руках, ну, будем говорить других, мы не, мы не, мы сами не выбираем, мы только лишь инструмент. Это сложилось по причине, там, разных событий, но, как и любое противодействие, любое действие, есть противодействие. И вот как нами пытаются управлять, ну, я так считаю, потому что это, ну, для этого вообще естественные такие вещи, как вот. И естественно, ответ на наши реакции, это сопротивление этим вещам. И то, что происходит, надо вот понять, это не наш выбор. Это все, что мы идем в деградации, откровенно-то, это вот, нас к этому ведут. И я вот, видя это, я осознаю это, и мы все должны понять, что это происходит не просто так. Не потому что мы, Калмыки, плохие такие. Вот еще, из чего же все началось? Вот опять же вспоминать те события, поставили другого человека, а с каким это было контекстом? Потому что он самый лучший, а среди Калмыков все воры. Все, все были, а все воры. Это опять навязывание идет, навязывает Калмыков, что мы не можем. Вот Аслан Бабай говорил, то, что мы не можем сами управлять, там, то, что это все нам внедряет в голову. И вот это, против этого надо бороться. А там уже, конечно, мы живем в контексте, там, в других странах, и поэтому это естественно. Это не хорошо, не плохо. Просто я вот для чего, что для меня мотивацией является, это наши предки, действительно. Они пережили столько всего. Это не с точки зрения, там, я жалостно, с точки зрения силы. Это какая сила была? Просто мы просто не обязаны за ответство. Просто обязаны. Говорят, почему? Почему вот мы должны? Ну, не просто обязаны, чтобы дальше мы ответственны перед человечеством. Вообще наш народ. Потому что мы несем, ну, религию, мы защитили буддизм когда-то, ну, история даже, все подтверждает, а буддизм, я считаю, мировой религии. И не только это, всякие, очень много событий, у нас всегда было мало, но всегда мы были очень крупным игроком на политической арене на всей Средней Азии. Но почему-то сейчас мы не играем в это. Но я внутренне понимаю, что у нас есть сила, так почему бы не то, чтобы открыть, а просто надо ее возродить, эту силу, которую нас ее заглушили, извне. Это, я считаю, вот это главная проблема. Но все ответственность на нас. Вот я хочу дополнить, то, что навязывание, навязывание, навязывание. Происходит такой механизм, как отрицательная селекция сейчас во власти. То есть у нас из-за вот этих лозунков, никому не верю, политика грязное дело, еще что-то, у нас во власть идут не самые лучшие представители народа, а наоборот, рептильные, которые легко подстраиваются, которые там идут в Единую Россию, там голосуют, как говорит фракция, как недавно у меня один депутат сказал. Это вообще глупость. Нация где, а где народ? Первый наш шаг, вот как нации, нам нужно победить вот этот принцип отрицательной селекции власти. Я понимаю, что он навязывается по всей территории Российской Федерации, но в нашем маленьком обществе мы можем эту тенденцию пресечь. Легко причем. Да, и вот это должен быть первый шаг просто на самом деле большом пути. Обретение самостоятельности во внутреннем делу. Ну давайте как раз таки и попробуем говорить о наших сильных сторонах, которые сегодня есть. Сегодня с нами не присутствует в разговоре один наш товарищ. Он просил меня передать его слова по поводу вот как раз таки ресурсов. И в отличии как раз таки от мнения Алдара, он как раз таки говорит о земле. То есть бесценный и ресурс, который есть сегодня у калмынов, это наша земля, это наша республика. Вот, оно уже есть. То есть переедем мы там куда-то или не переедем, это вопрос будущего и это пока действительно вопрос. А то, что у нас сегодня есть, это бесспорно наша земля, наша республика, все институты власти, которые есть в республике. То есть фактически это у нас прототип такого государственного образования. И в общем-то это реально очень мощный ресурс, который мы сегодня пока что вот как-то слабо задействуем, что ли. Давайте поговорим, что еще у нас есть. Какие еще ресурсы у нас есть? Я продолжу, я скажу, что ресурсов, конечно, у нас много. Просто исторический путь нашего народа был таким, что народ вобрал в себя очень много, скажем, культур, экономик других народов, взаимосвязь с ними. Значит, калмыкия как-то, ну на мой взгляд, это очень многие говорят, что очень толерантный народ. У нас в калмыкии, несмотря на то, кто бы ни было власти за эти 30 лет, скажем, горячих, никогда не было вспышек насиленно на национальной почве. Это, я считаю, не заслуга руководителя, это заслуга народа, рыдите. Народ такой, и даже когда вот говорили там в одной передаче, почему там в соседних регионах там происходят некоторые вещи, творятся безобразие, а в калмыкии это не происходит, и сами же говорят, потому что там живут наследники воинов Чингисхана, человек совсем другой культуры. Это тоже наш потенциал, это наш исторический путь, то, что, значит, мы знаем прекрасно нашу историю, она вдохновляет нас и думает, будет вдохновлять и наших потомков, заставляет не сдаваться трудностям. Вот то, что сейчас Иван сказал, что наши предки такое перевезли за эти 400 лет в России, да, да мало кто видел, и выдержал такое, что мало кто выдержит. Здесь и войны, и революции, и Сибирь, и депутаты, и все прочее. И после этого еще приехали на историческую родину, вернули сюда, хотя приглашали в Монголию, приглашали в другие места, просили, плакали остаться в Сибири, руководители. Они были хорошие работники наши родители, передовые работники. Но все равно народ приехал сюда, и здесь с нуля, когда приехали, здесь все лежало, руина после войны. Кагалот, здание все было, мой брат старший расстал, приехали, ночевали там, необычно было, все разрушено. И вот с нуля все создали, Олеся, Асфальта даже не вы, все сделали, все до сих пор плодами пользуются. То есть наше ресурс, еще что это получается? Ментальность? История, история наша. История, хорошо. История. Земля, история. Сам народ потенциал. А так произнес, это люди, люди, люди. Это самый бесконечный ресурс, это потенциал игроков. Я еще скажу. Он используется неверно как-то. Я еще скажу про глазыни, да? Интеллект нашего народа. Это тоже очень большой плюс. То, что наши ребята поступают в самые престижные вузы, и то, что ректор МГУ когда-то сказал известную фразу, тоже говорит о нашем потенциале. Я считаю, что в 21-22 веке, конечно же, все будет решаться на интеллектуальном поле. И поэтому это тоже наш ресурс, хороший вот интеллект. Да, но как мы этот ресурс сегодня как бы теряем, да? То есть люди уезжают, и что делать? Я бы не сказал, но сам так, что мы теряем. Он есть, но он реализовывается не здесь. Вот в этом смысле. Не на благо нашей территории. Мы же живем в 21 веке. Сейчас современные технологии позволяют нам всех собрать. Вот как кто говорил, собрать всех. Которых, как первые. И мы можем использовать современные технологии, собрать здесь. Мы можем использовать современные технологии с нашими братьями. Западная Монголия тоже организовать проекты, площадки, территории. Это все можно сделать. А вокруг чего мы будем это все организовать? Вот по поводу ресурсов. По поводу ресурсов и вокруг чего организовать. Я свою идею радикальную. Это у меня программа «Максимум». Есть у меня еще программа «Максимум». Интересно. На чем построить сельскохозяйственной республики с деградирующими почвами экономику? Вот такой, казалось бы, пример. Калмыкия. Население, самое большое сальдо оттока миграции в России, которые уезжают в основном в Москву и в другие города, 12%. Население там просто каждый год просто уезжает, уезжает, уезжает. На чем построить экономику? Если надо, как мы все говорим про историю, про историю, надо обратиться к корням. Самое главное то, что мы потеряли связь поколений, а поколение сейчас, оно перестало жить природосообразно. Вот наши предки, мой Ахка, они жили-жили природосообразно. Вот он никогда не кинет ничего, степи, мусор, ничего. Он всегда положит карман пиджака и пойдет дома его или сожжет, или что-то сделает. И потеряли эту природосообразность. И вот эта маленькая идея восстановить природосообразность. И Калмыкия может стать, ну вот экономика прорыва, вот сейчас большой глобальный тренд на зеленую экономику. Дело в том, что у нас все для этого есть. Все ресурсы и небольшое количество людей, и отсутствие каких-либо производств тяжелых. У нас вообще нет производства. Сейчас, на самом деле, в 21 веке, это огромный плюс в том, что у нас нет производства. Раньше мы все сидели, вот, нет производства, там плакали. На самом деле, это огромный ресурс. У нас нет ничего на территории республики, что очень сильно заградняет нашу природу. И мы можем стать такой площадкой, пример, ну такой, как... Мировой центр. Да, то есть мировой центр, и у нас философия, все это хорошо накладывается. Буддийская философия, наша история, наша природосообразность, мы можем это упаковать красиво, и быть, там, зеленой республикой, где нет выброса мусора. Zero waste republic. Ну, это если по-английски говорить, то есть все европейские страны стремятся к zero emission. Zero emission это нулевой выброс, ну, чего-либо, там, углеводород, еще чего-либо, и у нас сейчас тоже нулевой выброс. И мы можем это просто грамотно упаковать, и будет у нас зеленая экономика. У нас уже зачатки начались. То есть это солнечные панели, ветроэлектростанции, там, если мы покажем людям то, что можно, там, не газом топить, тепловыми насосами, там, еще что-то, какие-то, ну, инновации, и мы сможем построить. Вот это такая маленькая идея, национальная. Ну, чего себе маленькая, надо все перестроить. Самое главное, это в голове, поменяй голову. Да, это просто, ну, как бы, она вполне реализуема. Просто вот моя большая идея, то, что нам надо всем уехать и построить там стомнобумбу, это, да, это противоречит сам себе. Нет, это не противоречит. Либо строят, либо уезжают. Нет, на самом деле нет, просто... Ну, чтобы всех поднять, чтобы всех поднять, это не одно поколение. Не одно поколение. Здесь созреть и всех поднять. Да. И просто, если сейчас всех поднимать, вот, прямо сейчас и уезжать, ничего хорошего мы в Монголии не построим. Мы только там все разрушим. Потому что мы дома у себя порядок не наведем. А когда мы наведем у себя дома порядок, нас люди в любую страну будут приглашать. Да, мы можем экспортировать. Да, приезжайте к нам, наведите порядок. То есть, вот, я немножко, как бы, стараюсь рефлексировать. То есть, в общем-то, в первую очередь, мне кажется, это какие-то просветительские проекты. То есть, то, что мы говорим, история, там, экология, да, вот, культура, это все идет просвещение. То есть, как вот Михаил Мертос, немецкий философ, он писал, что нации живут не где-то там, а в головах. То есть, надо работать с головой. То есть, у нас сейчас в голове, как бы, комплекс маленького человека, который уезжает там куда-то, да, и который говорит, что политика грязное дело и так далее. Вот, нам надо менять. То есть, работа с головой, просветительский проект, так? Можно, да, это сказать? Хорошо. Я хочу сказать, вот ребята здесь живут, здесь работают, и я хочу сказать, что тот огромный потенциал, который, как мы считаем, что он, казалось бы, потерян, он не потерян, он может быть востребован, но основой того, что мы хотим здесь сделать, менять, могут быть те люди, которые здесь живут, работают, а не те, которые даже временно уехали. Но вот основой вот этой дискуссии хочется, чтобы приняли участие те, кто здесь живет, работает, чтобы, потому что это может быть являться. На самом деле, я думаю, что нет необходимости в том, чтобы тут вот сколько нас тут жителей осталось в Калмыкии, может быть, там около ста тысяч, чтобы все пришли и участвовали. Достаточно, допустим, если вот наша дискуссия привлечет к участию в нашей беседе, в нашей дискуссии, 20-30 человек достаточно интересно, все остальное, и потом мы, давайте вот не будем распыляться, какой-то один проект и доведем его до конца, чтобы что-то, ну, породить, что не просто у нас разговор, а какой-то позитивный, чтобы из этого выросло что-то реальное. Ну, я бы еще добавил, как сказали, я бы сказал, мне решали бы не те люди, не просто, кто тут живет, а только те люди, кто тут живет. Потому что, ну, я опираюсь на опыт всего того, что происходило в республике, это вот негативный опыт, когда калмыки, живя, ну, за пределами республики долгое время, ну, просто я скажу, это вот на основе всех, это как статистика, знаете, уже несколько раз так было, ну, особо ни к чему это не приводит, по разным причинам, не будем углубляться, но я вот уверен, что, да, люди уезжают, уезжают лучшие люди, но это не значит, что тут лучших не осталось. Вот наоборот, кто остался здесь, вот именно они должны решать, как, ну, грубо говоря, жить дальше, потому что это не каким-то там, знаете, остался, типа красавчик, нет, потому что только человек, который тут живет, знает проблемы нашего народа, знает именно вот не просто в общем проблем, плохо живет, а именно вот конкретные именно вот эти действия, которые надо изменить, процессы, конкретные какие-то идеи, которые именно привнесут, изменят наше направление движения, а вот просто приходить, ну, я как считаю, человек, если прожил на территории, не то что, на определенной местности, он все равно убирает в себя ту культуру, ну, все повадки там, в которой он проживает, но это просто естественно, человеку он приспосабливается, как любое вещество, чтобы комфортно жить, вот, например, и поэтому вот человек, который в нашей местности, вот он все знает, как жить, что делать, и поэтому я вот акцентивно отнимаю. Я думаю, что в основном власти тогда должны быть представлены на такие или... То есть мы должны породить на это запрос, да, в первую очередь. Чтобы люди поняли, что только так... Бассан, что ты говоришь, что потенциал, мне кажется, все-таки главный потенциал не просто народ, а личности, которые готовы, которые возьмут на себя ответственность, не побоятся вот этой ответственности. И такие люди есть. У нас ресурсики, большей частью, конечно, молодежь, я думаю, в которую врывается сейчас, да, на 30-летние, 40-летние. И мы должны, конечно, мы, я имею в виду, наше общественное сознание должно сделать все, чтобы вот такие именно люди, вот с таким складом, патриотическим складом нормальные люди, личности настоящие, они пришли во власть, во всей вере. Мы и проверим в рамках нашего развития круглых столов, мы как раз таки и проверим эти личности, есть они или нет. Потому что вроде бы, как говорят, есть, а когда, на поверьте, приходят выборы, то их как будто нет. И тут вот, да, сейчас закончу, тут надо нам вот это вот как раз и проверить. Да, механизм. Вот механизм, как раз то, что Аллах предложил, мне кажется, это очень хорошее голосование. То есть референдум предлагает идеи, как можно идти, что, куда двигаться, и вот голосование. То голосование обязательно холлы будет с того. Обязательно надо, конечно, серию дальше продолжать. Мы дальше будем... Чтобы была обратная связь, да. Конечно, да. И вот здесь тут меня наткнул выступление Ивана. Я думаю, что здесь, наверное, не только холлыки могут участвовать, так же в этих обсуждениях. То есть люди, которые живут в холлыке, живут в холлыке, для которых будущее холлыки, это жизненно важно для этих людей. Конечно, мы наших земляков, которые уехали сбрасывать со счетов, совсем не должны, но ключевое слово принимать решения должны именно те люди, которые здесь живут. Вот это, конечно, принципиально, наверное, важно. Но они и при всем желании смогут принимать решения. Не, ну в интернете... Нет, ну в интернете же есть. По поводу этого еще, по поводу ресурса. Какой еще есть ресурс, такой, витает в воздухе, но никто им не пользуется. Есть замечательное свойство у холлыков. Вот, ну, я так сарказмом говорю, а что люди скажут? Вот у меня родители часто говорят, вот моя овечка там чё-то... А что люди скажут? Коллективная репутация. То есть социальная ответственность и коллективная репутация для нас выше, чем какой-то там комфорт, какие-то деньги. О, вдруг они скажут, что я там что-то своровал там или еще что-то. И вот эту коллективную репутацию и стальную ответственность нужно использовать просто по максимуму. Потому что... И начать просто с малого. Потому что у нас, допустим, как Иван говорит, общество сильно атомизировано. Нужно просто восстановить соседские связи. То есть начать с улиц. Допустим, я на своей улице там собираю людей, делаем мы... Сейчас очень... Наш глава любит субботники. Прочее, прочее, прочее. Но на самом деле это можно просто использовать по-другому. То есть улица, соревнования между улицами, соревнования между районами, соревнования между селами. И когда там вот это будет... Ну, как в советское время вот это... Такая атмосфера соревнований. А-а-а-а! Там молодербеты говорят, а то, что у нас лучше, чем в Китченерах. И все, и началось. И они будут там... Произонтальные связи возникнут. Да, будут соревноваться. У нас венцы. Двигатель прогресс. Люди азартные. И будут вкладывать именно... Вот социальная ответственность я хотел продолжить, что сейчас уже стало избитой фразой олушизм. И это... говорят вот... Это негативное качество. Я лично не считаю это негативным качеством. Я считаю, что... вопрос, когда... И почему так происходило? Потому что человек, зная из какого он рода, он как раз вот то, о чем говорит Алберти. Он в каждом своем поступке, если он сделает негативный поступок, он понимал, что он поставляет свой род. И была ответственность. Потому что в любом месте могли сказать... Ты кеняхнач. А, тогда этот вот... Все, это приговор был. И я понимаю, что откуда это происходит... Если мы возьмем... Вот сегодня ты упоминал... Было, я считаю, историческое событие, когда в 1640 году собрали все ханы и подписали Икица Азимбича. И там вот... К моему великому удивлению было всего два проступка, за которых была смертная карта. Это когда ты не сообщил о приближении неприятеля. И второе, когда ты в бою бросил на юных. Вот это два... Я понимаю, что это как раз вот... Она вот... Она в законе присутствовала. Единственная ответственность перед государством, перед народом. То есть это уже не прощалось никак. И говоря, как Арсан Банмаевич сказал, Банмаевич сказал, что личности... Я понимаю, что сегодня очень много тоже разговоров о том... Вот я говорю, что мы должны разбить несколько мемов. Что вне политики следующий мем о том, что никому не верю, не доверяю. Вот этот... Отношение мусизма, я считаю, что это не негативное качество, это наше преимущество. И мне нравилось, когда на митингах выходили ребята, и вот ты им залог. Допустим, как я говорю сейчас, они говорили и говорили о принадлежности к целому. То, что не надо утрачивать, это наша сила, это наше конкурентное преимущество. И это было закреплено в законе, что ответственность перед государством, перед народом и так далее. И вот эти вещи, если развивать, на самом деле это наша сила, это конкурентное преимущество. Когда говорят кулусизм, это все-таки имеет в виду кумовство. Кумовство не это, когда просто своих родственников назначают, это просто на калмыцкий лад говорят, вообще кулусизм это совсем друг, ну, вот как вы говорите, вот это правильное понятие, а вот то, что говорят, это кумовство. Ну, это обычно... Это не присуще, вот сейчас говоришь, что это присуще калмыкам, это нам не присуще. Самое слово, вот это кумовство, кумовство нам не присуще. Вот сейчас оно процветает и оно внедряется в нашу жизнь. Вот социальный лифт, он был у Чингисхана, человек, который совершил какой-то героический поступок, он может сразу стать командиром Тюмена или чего-то. Не, ну не сразу, но поступить это сейчас сразу. И вот продолжение тоже Алдара, вот у нас же пословица есть, неренаха, бьяна, ну правильно же сказал, Это же вот все отражение нашего народа. Все, что у нас есть, и я так считаю, это наше имя. Она у нас нет там, это же обычные вещи, да там, все богатство не утащит. А у нас сейчас, наоборот, сейчас, ну, витает же в обществе такое мнение, вот пришел во власть, воруй, воруй, надо брать. Но это же неправильно все, вот как у нас нету коллективного репутата, все одно. У нас только имя было. Раньше ценили, когда имя, если бы точнее у нас это сохранилось, вообще бы никаких проблем не знали, потому что хоть какой-то даже тень падала бы, это все. А сейчас вообще люди не ценят свое имя вообще прямо в ноль. Вот мы знаем личности, которые спокойно живут, и они даже, наверное, не задумываются об этом. А все почему? Прямо потому что утрачиваем ценности, которые действительно были важными. И нам навязывают другие ценности. Другие ценности. Вот я хочу перебить, тогда я хочу мысль свою закончить о том, что у нас в законе была прописана ответственность перед государством, перед народом. Вот таким образом, как предательство. И когда мы говорили о потенциале, который есть, ну, говоря лично, я хочу сказать, что сейчас еще другой мем существует. Калмыкии нужны инвестиции. Нам денег полно, Калмыкии. Нам то, в чем нуждается Калмыкия, в честных людях, которые свободны от коррупции, которые, вот, в этом нуждается Калмыкия, в людях, которые честно, которые преданы своему делу, которые преданы этой республике, которые собираются здесь жить, воспитывать, и в первую очередь честные и свободные, я повторю, от коррупции. Я считаю, что человек, который сегодня взял взятку, или, как сейчас это принято говорить, откат, где-то, это воспринимается как какой-то, ну, как чуть ли не здесь без проекта. Я считаю, что человек, мы не можем сегодня записать это в уголовном кодексе, но я думаю, на уровне понимания внутри общества калмыцкого, мы должны понять, что человек, который взял взятку, находясь на государстве, это, есть такое слово, и угабок за это. Это неприлично, это не должно быть, этого человека нельзя воспринимать как человека, потому что он предает нас. Конечно, нельзя объять, необъять, мы в течение даже продолжительного времени не сможем обсудить детально все наши проблемы или там вопросы, темы. А мне кажется, надо отдельно в будущем в рамках этого круглого стола, который ты организовывал, обязательно, значит, отдельно поговорить по теме, значит, Хальмакерин, родной язык, да, территория республики, и туда же уходят наши ресурсы природные и так далее. И, конечно же, надо поговорить, мне кажется, также о демографии, обязательно отдельно вопрос посвятить демографии. Надо поставить цель такую, что миллион, значит, калмыков жило у нас в Калмы. Пусть это будет через 500 лет, но пусть это так и будет. Ну, я условно говорю. И, конечно же, обязательно надо поговорить о теме отдельного взора, это ответственность власти перед народом. Вот, что мы говорили, ханы, наемные, народы, и, значит, то, что джанры это отражено. Обязательно на этой теме должна быть, наверное, отдельная, значит, ответственность власти перед народом, перед обществом. Мы же не дали никакую оценку, мы как общество, как народ, не дали никакую пока оценку, моральную хотя бы, или еще какую-то, значит, деятельности этих наших руководителей, которые за 30 лет у нас последние были, они на самом переломном, значит, в моменты попали, в истории, насколько они справились, где были плюсы, где минусы, это надо не то, что к позорному столбу, да, просто объективно надо разобраться со всем этим, чтобы, учитывая плюсы и минусы, идти дальше. И мы должны знать, да, действительно, вот то, что говорили с ханами, надо знать, и ханам должен быть, или руководителем, как мы говорим, сейчас главой, должен стать не случайный человек, не случайный, вот надо подумать, выработать механизм нашему народу, нашему офису, к тому, чтобы случайные люди не попадали, не попадали на важные государственные наши посты. Это тоже тема большого разговора, отдельно, я думаю, это было бы. Да, но, мы не дали еще оценку и правителям нашего 20 века, потому что, допустим, Харкибадичка, Нуков, Акаеван, они, на самом деле, если брать с точки зрения народа, они пошли против народа. Ну, то есть, надо об этом обязательно поговорить. Да, ну, как раз уже, я так понимаю, уже мы завершаем, да, уже, как бы, от подготовивших выступления пошли. Обязательно мы эти круглые столы будем проводить. Кстати, необязательно, что именно я обязательно должен быть модератором, то есть, каждый из нас может быть по своей теме, да, выступать. То есть, я ни в коем случае не беру на себя какие-то прям суперлидерские качества, да, что должен, то есть, любой человек, может быть, те, кто сегодня нас будет смотреть по телевидению, по YouTube, вот, пожалуйста, мы приглашаем, если есть точка зрения, мы готовы послушать и совместно обсуждать. Вот, ну, а в заключении сегодняшнего дня, ну, я так понимаю, в первую очередь, конечно, это просветительские проекты расок, о чем мы говорили, это нам надо слом какой-то, вот, надо об этом еще много раз говорить, да, по сознанию, да, как нам из себя вот этого маленького человека выделить, как Чехов, да, по капле раба надо себя выдавливать, но нам надо как-то вот не по капле, а уже прям в такой струе-струе. Потому что, если мы будем, вот сейчас, я предваряю, могу сказать, вот, опять они сели и болтовнью занимаются, надо говорить о конкретных проектах. Да, надо о конкретике тоже говорить. Конкретика должна быть, но я думаю, вот этот первый разговор, он должен выработать концепцию, это очень важно, потому что, прежде чем, вот, я в этом смысле вспомню, я хочу поблагодарить тебя, Басан, потому что, это на самом деле хорошо, что ты это инициировал, да, и вот, сделал такой вот срез по возрастам и в совершенно разных областях мы работаем все. Но я хочу вспомнить один разговор, историю такую, когда президент Америки Джон Кеннеди приехал в НАСА, там вот, на штаб Канаверал, где они запускают в космос ракеты. И он зашел тогда в корпус, в один из корпусов вот НАСА и подошел к черной женщине, которая подметала пол. Подошел и обратился к ней с вопросом, что вы делаете? Она сказала, господин президент, мы отправляем здесь космос ракеты. Вот, я хочу, чтобы мы породили вот этот смысл, что любой калмык, независимо от того, потому что сегодня мы наплодили столько юристов, я не знаю, там, каких-то менеджеров абсолютно. Нет, мы должны, сегодня, мы нуждаемся сегодня, вот я разговаривал с ребятами, нет людей, которые готовы работать в степии, на самом деле, нет людей, которые готовы работать, нам нужны люди, которые должны работать здесь, в республике, и любой человек, который выполняет независимый, он должен гордиться тем, что он работает на благо республики, и у него должна быть вот эта цель. Я думаю, что вот наш разговор и наш стол, он должен породить вот этот смысл, любой деятельности. кстати, калмыцкое слово бидн, мы переводим, но если дословно, это вообще там много я, и как раз концепция много я, она идеально подходит под нас, ну то есть, это наши предки нам дали такое, много я, то есть, это совершенно другое отношение к жизни, мы все одно целое, мы все одна семья, и поэтому надо, конечно, относиться друг к другу, как к своей семье, какие бы точки зрения ни были, я думаю, что мы так и будем продолжать, очень толерантно, как наши предки вели себя, так и мы будем, и в итоге, в дискуссии мы что-то родим очень важное и нужное для нашей республики. Сандер. Да, Сандер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Калмыкия – Золотая обитель Будды Шакемуни, сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом «Далай-Лама» Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Куруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтунгерл» Калмыцкий и русский переводы.